МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конгресс одобрил ограничения прав Трампа по применению силы против Ирана. Можно ли принести мир до начала войны? Состоится фестиваль Ярхушты. Исторический пласт под площадью республики будет открыт и станет частью музея. 24 января в 18.30 в 16 пригороде Парижа, 71 авеню Анри Мартин, 75.016 Париж. Состоится конференция, посвященная столетию Сербского договора и меморандума Западной Армении. В качестве докладчика председатель Национального совета Западной Армении Арманак Абрамян. И вы можете забронировать место по следующему адресу. В воскресенье 12 января армянская община Мандельо-Ла-Напуль приглашает вас посетить армянскую рождественскую литургию. Литургия пройдет в католической церкви Святой Маргарет по адресу площадь Джозефа Бартелеми, 1 06 150 Канны, начало в 15.30. В Ване снова запретили организовывать митинги, шествия и пресс-конференции в течение 15 дней. Государство выпустило заявление, что запрет будет действовать с 9 января и закончится 23 числа. В заявлении говорится, что запрет был разработан по соображениям безопасности, а также для предотвращения возможных террористических атак, обеспечения безопасности жизни и имущества жителей и предотвращения распространения насилия. Палата представителей Американского Конгресса приняла резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу применять вооруженные силы против Ирана без разрешения, сообщает Реутерс. Как отмечается, за резолюцию проголосовали 224 законодателя и против 194. Таким образом, Палата представителей сможет контролировать действия Трампа в конфликте с иранской стороной. В частности, документ запрещает президенту начинать военные действия против Ирана до тех пор, пока Конгресс не выпустит соответствующее заявление. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касама Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменаи пообещал отомстить за смерть генерала. Президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган, комментируя шаг к свержению иранского генерала Касама Сулеймани, заявил, что это может остаться без ответа. Эрдоган отметил, что нужно ответить за убийство старшего офицера. Заявление турецкого президента кажется замечательным. Убийство иранского генерала подтолкнуло Анкару к новому реале. После того, как США нанесут удар по Ирану, Иран может войти в категорию ключевых игроков в регионе. Забастовка, несмотря на ее серьезность, могла быть важной для Тегерана. Иран пообещал ответный удар по Соединенным Штатам, что имеет риторический смысл, но в действительности с политической точки зрения Тегеран сталкивается с дилеммой, а именно с использованием новых реалий, чтобы использовать преимущество регионального соперничества или возмездия заложникам. Полную версию статьи вы можете прочитать на нашем сайте. В Армении пройдет фестиваль Ярхушты. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, касаясь омеченных мероприятий. Календарь мероприятий на 2020 год для нас уже ясен. В этом году планируем провести в Армении фестиваль Ярхушты. Все это нужно спланировать, выполнить все мероприятия по нормальным процедурам. Подобные инвестиции экономически оправдают себя, если уже не оправдали, отметил премьер. В этом году начнутся работы по открытию исторического пласта Старого Еревана, находящегося под площадью Республики, и превращению его в часть музея. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Площадь Республики в результате станет большой достопримечательностью, написал премьер-министр. Ранее министр образования, науки и культуры, спорта Арай Каратюня на своей странице в Facebook отметил, что он со специалистами обсуждает возможности восстановления Старого города. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сарей Сириун Яжи. Далее мы представим вашему вниманию Сарей Сириун Яжи. Далее мы представим вашему вниманию Сарей Сириун Яжи. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.